Всем привет! С вами Бадди, мы продолжаем проходить Deadlight. В этой серии мы остановились на том, что некий бомж стащил нас в канализацию и сказал бежать отсюда, потому что здесь небезопасно. Давайте последуем его совету и выясним, что он из себя представляет. Там внизу ловушка, брусья с шипами, не хотелось бы туда попасть. Этого старикашку зовут Крыса? Он скрестятничал и забрал наше оружие и нам сказали, избегайте теней, пока не найдете его снова. Я окружен с шапками, и птица оставил все мои оружия. Дадут револьвер, пристрелю к чертям этого гада. Только я начал привыкать к оружию, к мысли о том, что я более-менее в безопасности. Так, я понял, нужно использовать ловушки для того, чтобы избавляться от теней. Хорошо. Я окружен с шапками, и птица оставил все мои оружия. Другого выхода нет. Угу. Отлично. Надо решить эту головоломку. Так, извиняюсь, кнопки нет, я нажимаю. Нужно подумать, как избежать этой падающей хрени. Я окружен с шапками, и птица оставил все мои оружия. Давай-давай. Может быть, попробовать в тот момент, когда она отгибается, перепрыгнуть? Да. Именно так. Здесь у нас труп. У нее такой же механизм, как и те, которые использовал я для борьбы с браконьерами. Привет, меня зовут Гарольд. Крысеныш. И это моя лаборатория. И если ты не знаешь, где я, то позови меня. Не верь своим глазам, даже если ты не знаешь, где я. Просто позови меня. Ну ладно. Крысеныш, давай. Следуй моим указаниям до конца. Ты должен быть право на спасение. Осторожно, мои создания. Они тебя убьют, если ты не умеешь, мистер Уэйт. И будь поосторожнее с моими творениями, а не убью тебя, если ты не будешь умен. Да я уже заметил, друг. Пришлось несколько раз из-за тебя перегрузиться. Так, давай. Отлично, ловушка есть. Так, смысл понял, нужно запрыгнуть на доску, когда она опущена. Есть там кто-нибудь, нет? Так, а как ее опустить, если здесь нет этих чувачков? Опять попробовать перепрыгнуть? Отлично. Одно помещение прошли. Так, внизу доски. Чувствую они... Сейчас обвалится, потому что внизу лежат шипы. Давайте быстро это здесь блинский. Мне почему-то казалось, что там доски лежат. Дыруют, я не увидел. Опять же, надо быть внимательным. Всё дело во невнимательности. Не в моих кривых руках. Прыжок. Ух ты. Прыжок. Ну давайте, ещё начните ломаться у меня под ногами, да? Откуда ты знаешь моё имя? Откуда ты знаешь моё имя? Крэсёна же знает всё. Крэсёна же всё чувствует. Я открою тебе тайны этих людей, у этого мира. Открой мне лучше дверь. Посвистывает ещё. Крэсёныш ты и есть крэсёныш. Так. Закрыг где на лесенку другу. Не хочет. А, всё понял, опять я не увидел эту ерунду. Так, а нам налево или вверх? Давайте сначала налево. Что мы нашли? Очередную страницу из дневника хорошо почитаем. Давайте найдём её. Здесь, кстати, мысли Рэнди по поводу нынешней миссии. После того, как сам умер, я выбежал из магазина и бежал преследуемой тенями. Мне казалось, я видел Лидию. Всё, что я помню, в тот момент я проснулся в развалинах. Надо мной был странный человек, который пытался провести меня к выходу. Ладно. Где у нас эта страница? Так. Вот оно, по-моему, от 28 января. Мне приснилось две кошки, играющие между собой, прятающиеся в мешке, что ли, или в коробке. Они застряли внутри и больше никогда не видели свет. У меня тяжёлый груз на плечах. Сумки полные. Дохлых кошек. В общем, какие-то приснилось ему две играющие кошки, которых он в итоге выбросил в лесу. Отличный сон просто. Я не хочу такие сновидеть. Пойдём наверх. Так, налево, направо, налево, давайте пойдём. Потому что там ничего нету. Нет времени на вопросы. И нет во времени на ответы. Почему ты со мной не идёшь? У крыс всегда своя дорога. А чё, нельзя было меня с собой взять по своей дороге и провести безопасно? Нет, надо обязательно. Но он мне сказал, что при спасении нужно заслужить. Я должен доказать ему, что я не тупарь. Так, внизу четыре ловушки. Четыре опускающихся мешка, которые включают механизм ловушки. Снизу двое. Ну давайте попробуем просто позвать. Никто не хочет в ходе. Ну ладно, давайте методом пробы ошибок попробуем. Перепыгнуть явно не получится. Ну давайте попробуем. Как я и говорил, не получилось. Угу. Так, будем сейчас думать что-нибудь. Придумывать. Что-то мне подсказывается, что нужно подняться с помощью этих механизмов. Давайте тупо наобум. Так, что я сделаю? Вот, отлично. Отлично, отлично, отлично. Просто отлично. Дерьмовая была комната. Использовали аптечку. Спускаемся вниз. Лесенка хлипкая уже. Отлично, направляющие остались. Вот ты, ядрит твое налево. Так, надо перепрыгнуть. Успеть перепрыгнуть ее. Ну, уже ли получилось. Я сам в шоке. Так, что тут у нас внизу? На трупе что-то висит? Давайте посмотрим. Дверь закрыта, и на ней такой механизм, которым я не могу управлять. А там внизу висит какой-то гаврик. То ли с ключом, то ли с веревкой. Здесь я ничего не могу сделать. Ну ладно, пойдем. Крысенушу. Посмотрим, что он нам скажет. А, ты вот что. Ты открыл его. Впереди вижу разлагающийся труп. Паспорт. Или пули. Еще одна страница из поэмы. Такой, которую мы находили в первой серии. Что-то о ветре не успел прочитать, но... Наверное, очень красивое должно быть стихотворение. Рогатку. Я нашел рогатку. Моя настоящая гаида уйдала этот мир много времени. А, ну понятно. Попадем по крышке и откроем ворота. Отлично. Не провалится ничего. Ну, крысеныш, давай уже, види меня. Ты спасаешь меня, чтобы убить просто потом этот тест? Ты хорошо справляешься. Ты почти безупречен. Подойди, скажи, когда будешь готов. Никто не добирался еще так далеко. Выжить довольно тяжело. Особенно в наши дни. Мне нужно найти моих друзей. Один из них уже был убит. Хоть тебя это веселит, да? Эти рогаткой тебе бы зарядить. По твоей крысиной головинке. Статус обновился. Давайте почитаем. Эта канализация... Удивительна. Он превратил ее в какой-то совершенный механизм. Это его маленькое королевство. Кто-то из нас предпочитает прятаться в таких местах. Ну, хорошо. Используйте рогатку, чтобы убирать небольшие объекты. Давайте попробуем. На стенах много рисунков. Они выглядят как навигация. Так, ладно. Дальше что? Ай, чуть не придавило меня. Давайте подвинем ее к шипам. И шипов больше нет. Мы можем двигаться дальше. Так. Опять я проморгал дырку. Напорол нашего Рэндина. Штыки. Может рассказать, посадил его на пол. Ай, чуть не придавайте. Ай. Ай. Сверху полны из изображений. Они выглядят как символы, чтобы навигать через лабиринт. Ядрить твое налево, это что было? Как туда перепрыгивать-то? Давайте попробуем еще раз, я не совсем понял. Ага, вот так. Да чтоб тебе. Маленько коряво у меня получается, сейчас будем пробовать это все делать быстрее. А там нужно было просто пригнуться для того, чтобы ловушка нас не достала. Так, хорошо, хорошо. Еще лучше. Так, спрыгиваем. Цепляемся. Этот старый ублюдок играет со мной. Да. Если не сказать больше. Так, с рогатки отсюда не долетит или долетит? Нет, не долетит. Главное, что бы ничего не обвалилось. Главное, чтобы ничего не обвалилось. Отлично. Отлично. лежим опять символы что ты будешь делать игра довольно темно и поэтому приходится приглядываться что вообще где находится и ловушки не часто заметишь эти как случае не оправдывай все все мои смерти они за мои криворукости невнимательности просто вот допустим куда вот мне сейчас и теперь куда попробуем еще раз попробуем еще раз так попробуем отскоком отлично получилось так а внизу вода нам нужно перепрыгивать давайте пробовать не обещаю что получится с первого раза ты хочешь вернуться с наружу сейчас нет-нет мистер уэн сейчас не время давай опускай философ хренов да не до не допрыгнул я надо было разбежаться чем мы сейчас и займемся я попробую разбежаться давай отлично теперь поднимай не хочешь ладно я сам я привык делать все сам хорошо хорошо ты сделал это счастлив дебил крыса здесь уже очень давно еще до эпидемии я чувствовал что что-то произойдет я чувствовал и крысы тоже чувствовали иди сюда здесь безопасно он жил в этой канализации еще до начала эпидемии если ты боишься тишины и темноты тебе нужно пойти темноту перестать ее бояться времена меняются когда меняются времена и люди тоже меняются крыси он уже знал что мир закончится я построил себе уберечься здесь и зло никогда не приберется через мои ловушки будь как дома и не беспокойся запахи отдыхай бери все что тебе нужно зачем ты сюда привел меня старый старый дурачок у меня есть сын он должен был уже вернуться я знаю где он ему нравится возвращаться в старый дом я чувствую опасность ты можешь помочь мне можешь найти его я тебе уже говорил я занят поясом своих друзей помоги крысенышу и крысеныш поможет тебе я слышал много вещей он может найти твоих друзей и может быть даже твою семью найди моего сына и я расскажу тебе то что знаю я око за око да ну ладно у меня все-таки есть должок за спасение моей жизни перед тобой возьми все что тебе нужно перед тем как начать ты голоден хочешь немного крысиного мяса спасибо у меня особо нет аппетита в таком дерьме ладно давайте возьмем наши вещи он дал нам наши вещи нет похоже что нет ну давайте возьмем их сами старик устроил для нас проверку для того чтобы понять пригодны ли мы для выполнения миссии по спасению его сына и мы эту проверку прошли мы взяли аптечку что здесь наши вещи фотография снята на полароид сын крысеныша все мы были бунтарями в этом возрасте как долго как долго ты не был снаружи мистер уэйн ты сам меня туда забрал я должен сказать если это то что они делают то хаос там бушует хаос ты хора философствовать дай мне топор и пистолет разбегаемся прыгаем 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 для чего этот ящик не особо я понял давайте вновь опустим лифт все понял он пригодится наверно там наверху пожалуйста здесь недалеко от ада начнется новая жизнь Рай снова возродится. Но это будет будущее, мистер Уэйн. Если старый человек знал, как построить себе место, где он будет безопасен. Опустим мост и подвигаем нашу коробку. Я больше чем уверен, что она где-то пригодится дальше. Ну в принципе она уже пригодилась. Здесь безопасно? Да вроде. Давай запрыгивай. Хорошо. Хорошо. Там ящик, судя по всему, нужен был. Если нужна моя помощь, просто позови меня. Я помогу тебе остаться на пути через мою личную помощь. Я проведу тебя через мой собственный ад. Где я оказался? В той же комнате, да? Внизу. Ты мне поможешь как-то, нет, друг? Что, мне заново весь этот путь проходить? Ну это не смешно. Нагородил здесь сооружений. Нагородил здесь сооружений. Ну, вроде получилось у нас. Где-то под городом. Посмотри на фотографию. Ты легко узнаешь сына красеныша. Но будь осторожен с другими. Жизнь, она такая же опасная, как и смерть. Хорошо. Давайте на этом закончим эту серию. Эта серия была полна головоломок этого старого крысеныша. Нагородил тут баррикад. Мы через них пробирались. Получили новую цель спасти сына. Этого старика. Для того, чтобы он нам дал информацию о наших друзьях, о нашей семье. Увидимся в следующей серии. Спасибо за внимание. С вами был Бадди. Все пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok